Всем добрый вечер. Начинаем репортаж со Солен Динамо. У нас сегодня супер матч Динамо и СТД Петрович. С нами пообщается Евгений Ливандовский. Евгений, ну какие впечатления от этой игры? Что ждем? Четвертый матч. Встречаемся уже с ними. Добрый вечер, дорогие телезрители. Ну, я хочу сказать, что матч будет, я думаю, очень хороший по настрою, по накалу. Хорошая футбольная погода настоящая. Идет дождь. Футболистам будет приятно играть. Ну, я думаю, что будет, хотелось бы увидеть много голов. Ну, я уверен, что мы сегодня выиграем. Потому что мы уже конец сезона, мы сыгрались. Конец сезона стали показывать хорошую, более-менее хорошую игру. Я думаю, сегодня нам нужнее эти будут три очка. Думаю, что мы выиграем. Возвращаясь, да, к турнирной таблице. Разрыв сейчас 8 очков. Если побеждаем, сократится до 5, еще будет 3 тура. Соответственно, что думаете по этому поводу? Ну, не стоит забывать, что все-таки и звезда подпирает, да, поровну очков сейчас имеем. Все-таки на чем лучше сосредоточиться? Вот в борьбе за самые высшие места или по поводу удовольствоваться малым? Нет, конечно. Надо выигрывать каждый матч. Это и для себя, и в копилку будет полезно. Нет, даже если мы займем второе место, но я считаю, что сегодня мы должны обыгрывать Петрович. Даже если они будут чемпионами, нам будет приятно обыграть чемпионов. Тем более мы один тур их обыграли. Мы много потеряли очков, ну, с командами, которые ниже четвертого места идут. Вот это обидно. А свои очки надо брать просто было. Я думаю, что нет. Надо выигрывать каждый матч. Как раз возвращаясь, да, к истории противостояния с Петровичем. Два раза встречались дома. Один матч в чемпионате, один в кубке. Выиграли, по-моему, без вопросов, но встречались также и на выезде с ними. В чемпионате там проиграли. Как-то можно вот эти матчи тебе вспомнить? И что у них общее может быть? Первый матч выиграли с крупным счетом. Там 3-1 или 4-1, да? 6-1. Да, ну, на самом деле счет не отражает игры. Была равная игра. Просто как бы нам был футбольный фарт. Мы забили все моменты. Все, что били, все залетело в их ворота. Как бы была игра тяжелая. И счет не отражает действительности. А второй матч по делу проиграли. Они были сильнее. Была равная игра. А в конце они, конечно, посильнее там на контратаке. Они нас вроде бы поймали. И заслуженно выиграли. 1-0 там проиграли. Как раз Алексей Пучков срезал мяч в свои ворота. Да, хороший гол тогда Алексей Пучков забил. Так что мы его поздравили. В «Спортэкспрессе» написали, кстати, Алексей Пучков. Возвращаясь. Забил гол. Молодец. Возвращаясь к Алексею Пучкову. Да, его сегодня нет. Я так понял, там какие-то форс-мажорные обстоятельства произошли на работе. Насколько его сегодня будет не хватать в команде? Ну, Алексей Пучков, это как вратарь полкоманды у нас. Его сегодня будет очень не хватать. Ну, вместо него кто сегодня в основном составе будет играть? Это большое давление будет сегодня на Антона Васильева. Ну, не, если серьезно, Алексей, конечно, будет. Он опытный игрок, ветеран. Хороший. Он же зам у меня капитанский, да? Зам мой. Тем более, он успокаивает, настраивает команду. Его будет не хватать. Ну, сегодня, получается, команду вводит второй цикапитана Антон Василенко. Антон Василенко... Ну, Антон Василенко тоже хороший игрок. Конечно, ему стоит в технике добавить. А так молодец, он все время старается. Охранник. Евгений, не могу не спросить. Наверное, всех болельщиков волнует. Как ваше здоровье? Как состояние? Когда все-таки мы можем ждать возвращения вашего на футбольное поле? Сам быстрее хочу уже. Еще не знаю, что врачи скажут. А так быстрее, быстрее хочу к вам на поле. Все, ладно, задерживать больше не буду. Давайте, удачи, побеждайте. Тоже, телезрителям удачи. Вам удачи. Спасибо большое. Все, спасибо.